всем приветики я хотел бы вам показать как можно проверить ниппель велосипедной камеры на утечку получается вот он ниппель и чтобы проверить не идет ли отсюда воздух вы можете просто намазать его слюнкой намазать и посмотреть не идут ли пузырьки вот мы намазали и смотрим пузырьки не идут там могут лопаться пузырьки и слюнки но именно пузырьков не выдувает воздух оттуда значит не травит то что лопаются это это не страшно так и должно быть главное чтобы не выдувало и она не выдувает значит камера не то ниппель не травит и потом вы просто это все убираете все вот он ниппель и она держит она не травит ну и не спускает резину но при этом у меня есть старая резина которая травит и которая спускает единственное благодаря чему сейчас она держится это колпачок потому что там есть резинка благодаря которой воздух не уходит если его скрутить воздух начнет уходить вот сейчас уже слышно воздух выходит и с этим ничего не сделаешь потому что обычно вот этим колпачком подтягиваешь ниппель у меня раньше этого колпачка не было я его недавно купил и я ковырял отверткой и так расковырял что сломал ниппель и теперь он постоянно травит и единственное что можно сделать это просто закрутить вот этим колпачком чтобы резинка не давала воздуху выходить но проблема в том что если ездить с этим колпачком его могут скрутить потому что он такой считается как как инструмент и его могут скрутить и тогда вы просто придете у вас нет ни колпачка и шина уже спущена и вы не уедете придется вручную катить велик а это тоже не очень поэтому проще заменить и не париться и здесь обычный колпачок а этим пользоваться когда нужно подтянуть ниппель вот так вот он подтягивается обычно берется за краешек и подтягивается если слушайте уже воздух не идет если отпустить слышно слегка ну на камере вряд ли будет слышно она здесь или слышно но слышно шумит вот и если помазать слюнкой нам пузыри сразу идут сразу идут пузыри он они это говорит о том что ниппель не держит он травит как раз таки вот наглядный пример как можно слюнкой проверить сразу выдувать пузыри на его тут покрышку камера уже она вот она она уже все она уже вся такая становится мягко если это она такая вот пружинистая ты нажимаешь и она отжимается сжимаешь и она выпрямляется здесь ты сжимаешь и она уже не выпрямляется и она уже особо не пружинит она уже такая но все она уже сдувается тут уже подтягивание подтягивай все они пересломал все вот она уже она уже сдувается тут так не сделаешь она все все плотненькая а здесь она уже все поэтому если у вас такой случай случилось то лучше всего заменить камеру на другую потому что если сильно трое то вряд ли вы уже что-то сделаете а если чуть-чуть то можно вот подтянуть и нормально будет а и кстати чтобы такого не было чтобы не сломать ниппель то я его сломал получается ну доломал я его отверткой когда пытался подтянуть потому что у меня не было этого колпачка ну а изначально его надломал насосом получается вот он насос и его я вставлял прямо максимально максимально до упора а потом еще зажимал вот этой штукой получается она вставляется до упора а потом когда ты эту штуку зажимаешь она еще опускается и и вдавливает его сильно а не нужно так делать потому что получается вот она на самом краешке стоит а я во первых одевал до конца потому что она вдавливалась и в итоге сломал немножко надломала ниппель а нужно вот на краешек одеть на самый краешек и зажать просто что она хотя бы держалась все вот все она уже держится не нужно прям до конца как я раньше прям пытался максимально и дальше качаем вот и все накачали то есть моя проблема была в том что я прям максимально пытался надеть насос прям до конца не нужно было до конца а нужно вот где она зацепилась там и оставить и отверткой не нужно было так сильно ковырять как я ковырял а специальным вот таким инструментом вот но сейчас она естественно держит потому что колпачок надет вот она тут она тоже пружинит вот нажимаешь она уже так не сминается она выпрямляется вот так что таким вот образом можно проверить велосипедный ниппель обычной солюнкой ну а на этом все всем покедова